Эфир телеканала ОТРАР продолжает программа Часть и Ворски. Уважаемые телезрители, в студии работаю я, Шудин Саидов, и каждую среду мы проводим в прямом эфире, проводим для вас юридические консультации онлайн. Если у вас есть вопросы, обязательно звоните к нам в студию. Как всегда у нас в гостях сегодня известный не только в Казахстане, но и за пределами страны адвокат Евгений Анатольевич Еворский. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие уважаемые телезрители. Приветствую тебя, Шудин. Очень рад всех видеть сегодня. Ждем от вас вопросов, которые мешают вам в Новый год зайти, чтобы максимально все проблемы разрешите снять. Звоните, пишите. Будем с радостью стараться вам помочь. Да, у меня есть хорошая новость, уважаемые телезрители. Запомните, запомните. Очень классная новость. Мы, все кто знает, мы находимся по Турикулово, 15. Теперь наша программа «Час с Еворским» и программа «Народ и власть» будут выходить в прямом эфире не только в эфире телеканала «Отрар» и в инстаграм, который называется «Отрар Кизет». Но у нас на улице, прямо на нашем здании, на фасаде здания установили большой LED-экран. Каждый может подойти, посмотреть, звук качественный, и сможет в прямом эфире посмотреть программу «Народ и власть». И не только, но и в будущем уже новость. Вот до чего техника доходит. За это спасибо отдельное нашим техникам, которые неустанно трудятся и делают все во благо того, чтобы телезрители получали как можно больше и быстрее информации. Могу добавить я себя, я сейчас просто ее видел, эту картинку. Она очень красивая, очень качественный LED-экран и звук прям такой. Поэтому, кто мимо будет проходить или проезжать, обязательно остановитесь и полюбуйтесь этим произведением искусства. Вот теперь вопрос. Не мешаем ли мы людям и дорожному движению? Ну, я думаю, что учитывая, что мы нашу передачу проводим в 8 вечера, и у вас ежедневные программы «Народ и власть» идет в 8 вечера, я думаю, никаких проблем с точки зрения закона быть не должно. Но просьба ко всем, наверное, автолюбителям, когда вы будете ехать за рулем, и вдруг вы отвлечетесь на этот прекрасный LED-экран, пожалуйста, не врежьтесь никуда все-таки. Вот это может быть, тут мы уже... Ну, у нас там пешеходный переход. Можем только так обратиться. И знак стоит. К нашим телезрителям. Ну, мы будем выходить в прямые эфиры вот в 8.00, после уже и, дай бог, с новостями будем выходить. В общем, мы сейчас работаем в прямом эфире и на нашем LED-экране по улице Торикулова, 15. Вы можете посмотреть, когда проходите или едете домой. Вот. Итак, Евгений Анатольевич, мы начинаем нашу программу. 21.44.50. Номер телефона прямого эфира вы видите на экране своих телевизоров. Мы сейчас вещаем в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Инстаграм. Там тоже можете оставлять свои комментарии, на которые мы обязательно постараемся ответить. Евгений Анатольевич, с какими новостями вы пришли к нам сегодня? Ну, я хотел бы в первую очередь, наверное, начать с того, что очень острую проблему, которую сейчас поднимают, я тоже считаю, мы должны ее поднять, и обратиться ко всем службам, которые, значит, в своих организациях имеют телефоны, по которым люди могут звонить, чтобы обязательно на эти телефоны отвечали. Так. Потому что телефон, например, 1414, который для всех, такой общий, национальный для всей страны, он у нас работает со сбоями, информацию по нему не всегда можно получить квалифицированно, и вот даже в Можилисе такую проблематику подняли, и я считаю, что это очень правильно. Поэтому ко всем городским службам тоже прошу руководства, каждой службы по свету, по теплу, по газу, потому что вот у нас сегодня, вчера были проблемы по улице Гагарина, например, с теплом, там была авария, и очень многие не могут дозвониться и получить информацию. Пожалуйста, наладьте работу своих вот этих вот служб, телефонных, чтобы каждый человек мог получить доступный ответ. Даже если сто человек тысячу звонят, ваша обязанность проинформировать всех горожан. Поэтому просьба такая. Я прошу прощения, уважаемые телезрители, спрашивают, у нас сегодня тема любая, вы можете задавать свои вопросы, волнующие вас вопросы, юридическую консультацию абсолютно бесплатно, вы можете получить в прямом эфире. У нас в гостях Евгений Анатольевич Еворский, известный не только в Казахстане адвокат. Вот, теперь касательно колл-центров. Уважаемые телезрители, 1424 колл-центр антикоррупционной службы, 1404 колл-центр обязательного медицинского страхования. Вы можете звонить туда, если у вас есть какие-то вопросы или проблемы. И колл-центр Акимата города Шимкента, 109, там вам круглые сутки должны ответить и помочь решить какую-либо проблему. Евгений Анатольевич, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день очень много поступает жалоб и обращений. Зрители, просто жители, ну и наши телезрители, они участились в случае, еще больше становятся случаев мошенничества. Говорят, что, к примеру, вот я дал деньги знакомому, там, или дал под процент, а он их не вернул. Она, даже есть расписка в полиции, говорят, ну... Ну, здесь надо понимать так, что если ты даешь деньги знакомому, незнакомому, вне зависимости кому, и человек пишет тебе расписку, что он этот факт получил и должен, то полиция этим заниматься не будет. Человек несет сам предпринимательский риск, давая свои деньги. Это только через потом суд можно взыскивать эту сумму и можно быть из практики на... затянуться на очень долго. То есть, если большая сумма будет, и у человека, должника, ничего не будет, вы можете попасть вот в эту правоохранительную, такую судебную длительную перспективу, которая будет вас изнурять, измываться, да, и вы не получите свои деньги. А когда получите, они будут обесценены, то есть, ну, там уже инфляция как бы съест какую-то часть. Поэтому, если вы даете деньги, старайтесь обеспечивать. Берите какой-то залог у себя, да, оставляйте. Либо недвижимость, либо какие-то ювелирные изделия, ну, которые будут соразмерно стоимостью вот той суммы, которую вы даете, чтобы завтра себя подкрепить и обезопасить. Вроде бы это простая вещь, но, к сожалению, на практике они не работают. Сколько мы сталкиваемся, приходят люди... Я даже допускаю не то, что там в долг, я с тобой не соглашусь, потому что из моей практики последние, скажем, полгода, берут не в долг, а берут под какие-то конкретные дела. Вот, например, у нас сейчас одно дело есть. Человек взял под то, что якобы решить получить льготное жилье, чуть ли там не бесплатно. И, конечно, человек дает какую-то часть денег, надеясь, что этот человек ему поможет получить какое-то льготное жилье от государства. И, как правило, попадает на мошенника. Как правило. Потому что, если тебе положена недвижимость, просто идешь по процедуре, сейчас везде все расписано, можно почитать, обратиться. Но, я понимаю, есть очереди, есть проблемы, но решение через вот таких посредников тоже не факт, что вы решите. Вы просто можете попасть, скорее всего, попадете на мошенников, и будет проблема. Уже и квартира не будет льготная или бесплатная, и тем более ваших денег не будет. Вот таких дел очень много. Мы с тобой поднимали вопрос по туристической фирме. То есть, человек хочет... Вроде бы не в долг. То есть, человек берет деньги, а не выполняет те обязательства, которые как бы обещал. Вот это тоже мошенничество. Ну, нужно учитывать, у нас к нам приходят в гости представители надзорного органа. И вторая проблема, одна из таких основных, это наркотики, синтетические наркотики, которые продают, уважаемые телезрители. У нас на сайте Утрарки и Зет вышел материал о нашей коллеге Тине Худайберген про то, как там открытое интервью, эксклюзивное, девушке, которая употребляла наркотики, и что с ней стало. Там очень трогательная история. Обязательно заходите на сайт Утрарки и Зет и почитайте ее. Много таких случаев, вот синтетические наркотики, то, что продают. Мы с тобой тоже поднимаем эту проблематику не первый год уже. Мы года полтора этот вопрос поднимаем. Как решить ее? Решить, необходима воля политическая, я считаю, руководство страны для решения этого вопроса. Вот моя позиция такая. Надо назначить людей, которые могут это решить. То есть вы хотите сказать, что они не хотят решать? Я считаю, что до конца политической воли я не вижу конкретно, если мы будем говорить. Потому что мы сколько поднимаем, что в Телеграме можно найти объявление, пойти и купить буквально 10 тысяч деньги, это все в открытом доступе, мы эту проблему поднимаем. Но почему-то те органы, которые должны бороться, борются не в полном объеме и в полной мере. Поэтому мы видим эти случаи. А синтетические наркотики, они более жестокие, чем наркотики старого поколения. Тот же героин, например. А вот новые наркотики, которые варятся здесь в каких-то там квартирах, лабораториях, они разрушают организм намного быстрее. Они пагубно действуют настолько, что просто последствия катастрофичны будут для организма, тем более молодого какого-то человека. Вопрос пришел. Мелкое хищение на работе может ее засудить? 48 тысяч тонн она призналась. Хищение денег и вместе с нашей службой безопасности есть признание. Признание чего? Уже мы телезритель Гульмира. Признание по себе, что человек признал эти 48 тысяч. Но вы человека за такую сумму не засудите, надо понимать, в таком понимании, как вы этот вопрос задали. Это такая сумма, которая... Я вообще думаю, знаешь, тоже надо, наверное, подходить к какому-то вопросу, что работников надо принимать по каким-то характеристикам с предыдущих места работы или какую-то базу делать. Потому что кто-то работодатель попал на какого-то работника непорядочного, уволил, тот идет, ищет новую работу и тоже как бы попадает там, да? То есть человек, который сам по себе непорядочный. Наверное, какую-то или базу делаете, или характеристики требуете. Но отвечая на ваш вопрос, нет, так вы не сделаете. Так не получится у вас. Уважаемые телезрители, звоните к нам в студию 21 44 50. Номерах телефона вы видите на экране своих телевизоров. Пишите нам на WhatsApp, в Instagram. И еще раз напомню, мы вещаем в прямом эфире на нашем LED-экране по улице Ториколова 15. Там вы сможете не только посмотреть картинку, но и услышать звук в прямом эфире. Проходите мимо и набирайте телефон и звоните. Вот. И теперь вот вопрос. Пришел вопрос. Совсем недавно был такой случай, когда один из Акимов сельских населенных округов, так, у нас телефонный звонок. Продолжим. После, хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте. А, к сожалению, сорвалось. Мне хорошо, вы сказал про людей, про народ. Вы, наверное, слышали тоже, да? Он назвал людей баранами. Не баранами, скотом. Там он баранами все-таки. Нет, нет, он сказал на казахском скотом. Скажите, пожалуйста, что ему теперь грозит? Ну, надо понимать просто... Позже он извинился. Он сразу же извинился. Он сказал, что да, это было лично сказано. Надо понимать, он же тоже сказал не в отношении какого-то конкретного лица, да? Если это был какой-то там районный Аким, я думаю, что житель любого вот этого территориального аула, где он является Акимовым, я считаю, вправе подать его за оскорбление. И будет неплохая перспектива. Ну, он будет защищаться по всей видимости так, что я не имел в виду жителей там моего как бы округа, да? Это будет какая-то игра по всей... Ну, по крайней мере... А я могу как гражданин республики Казахстан? Там же вопрос стоял именно, что люди что-то с газом, с трубами связаны. То есть... Он говорит, не верьте людям. Зачем вы им верите? Да, это вот те люди, которые выступали об вот этих трубах, вот в отношении их он сказал. Поэтому, например, он в отношении тебя ничего не говорил. Не претендуй на такие правовые последствия. Да, спасибо большое. Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, школа Макаренко, Тюлькубасский район, можете ли проверить работу столовых? Так, к этому вопросу мы вернемся. У нас телефонный звонок. Слушаем вас с алимицис, стендап трамсисда. Говорите. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Громкость. Уберите телевизор, пожалуйста. Громкость. Я упала. Ну, говорите теперь. Я вам советую посмотреть по Хабару прямой эфир, как идет. Как там разрешают людям говорить столько, сколько положено. И идет туча, показ, как сидит за столом наш президент и слушает эту передачу и о чем говорят люди. а здесь идет разговор между дубами и Евгением Анатольевичем. А не выслушивание того, знаете, есть очень простая не спеша, а это называется. Я прошу прощения, Валентина Георгиевна, здравствуйте еще раз. Наверное, в этой, во время, за всю историю нашей программы, как ваши вопросы, никто никогда и не решал в прямом эфире. Вот точно не вам это говорить. Если у вас есть вопрос конкретный, звоните. У нас телефонный звонок. Салимец, стендаптером ССДА. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вас хотел уточнить, а что можно с уточниками делать? Они вечно мусорят, двери ломают. Я с вами полностью согласен. Какой закон можно против и применить? Суточники вы имеете в виду по аренде, кто на сутки снимает? Ну, в данном случае ответственность будет нести собственник этого жилья. Так он не несет. Кто не действует? Собственник не несет. Пишите на собственника. Дело в том, что все что... А толку-то писать? Участковый, который... Ну, вот, все на поле... Я понимаю, что толку у нас отмогого нету. Я все понимаю. Я живу тоже в реальность. Я не... Когда выхожу с утра, я в космос не вылетаю. Я нахожусь здесь и я вижу беспредел. Я рекомендую соседям, которые видят вот этот беспредел. Записать в полицию? Да. Участкового заставить отработать. Спасибо. Телефонный звонок. Салемец. Стендап Турмс ССД. Алло. Скажите, а кто у вас дал право отключать говорящего? Так вы... Так вы вопрос не задаете, Валентина Георгиевна. Евгению Анатольевичу. Обращайтесь. Евгению Анатольевичу, я вас очень прощу. Вы здесь не только для конфликтовцы, но это помощь людей, потому что вы тоже человек. Проституция до тех пор продолжается. Скоро год. но вы сколько я вам рассказала страшную историю. Она продолжается. Почему не выполняется указ президента, который только что позавчера на совещании опять говорил об этих жалобах, о ночных похождениях и еще вопрос, который мне советов помог? Отвечайте. Валентина Георгиевна, здравствуйте. Отдельно, персонально очень рад вас видеть. Спасибо, что вы такой активный человек и нам звоните. Это правда очень приятно. Это без сарказма. Что я могу вам посоветовать? По средам, вот как наша передача идет, у начальника ДВД нашего города есть личный прием. Я вам рекомендую записаться к нему на прием в следующую среду и к нему сходить. Вот ту проблематику, которую вы постоянно поднимаете в отношении нарушения общественного порядка, про проституток, про то, что начальник Абайского РОВД в отношении вас предназначал какие-то нехорошие действия, как вы считаете, то, что вы рассказывали. Я считаю, что надо все это изложить у него на приеме. Если действительно все это подтвердится, следствия в отношении ваших интересов пойдут в полном объеме. Вот в следующую среду запишитесь ему на прием. Я рекомендую это делать абсолютно всем, кто не может найти справедливость. Записывайтесь на прием к начальнику ДВД города. Вопрос пришел. Здравствуйте. Я продал 7 лет назад машину, выписывал доверенность, но машину он не переоформил. Мне сейчас приходят штрафы и налог. Могу я написать заявление в полицию, чтобы мне вернули авто? Там говорят, нужно обращаться в суд, что это гражданский правовой спор. Это гражданский правовой спор. У вас его не угнал никто. Вы сами добровольно эту машину кому-то передали. Поэтому полиция будет заниматься, если у вас похитили машину, украли, угон состоялся. Если вы кому-то передали эту машину по доверенности и у вас возникла такая проблема, налоги идут, штрафы. Вы, значит, если 3 года прошло доверенность, аннулируйте, подайте в суд на этого человека, кому вы продали, об истребовании машины из чужого незаконного владения. Возьмете, значит, по колесам или сделаете оценку подобного автомобиля вы платите госплощадную 1%, и суд примет это заявление. Я думаю, из практики он вынесет вам решение, и через судебного исполнителя вы эту машину себе заберете. у вас телефонный звонок, слушаем вас, альмедсис. Да, 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 это Бернинс. У меня такой вопрос. Так. У моей дочери за границу в России она. У нее паспорт просроченный. Как можно это сделать? Познавить паспорт? Да, мы вам расскажем, как это сделать. Значит, в Москве возле нашего посольства, которое находится на Чистых Пудах, сзади посольства есть наше консульство. Есть сайт этого консульства, вы можете в интернете найти, там есть очередность записи. Запишитесь на какой-то удобный для вас день, и в это время вам надо будет прийти, вы этот паспорт сдадите в консульство, и консульство сделает все необходимые процедуры, сфотографирует, возьмет какую-то оплату, и вам выдаст наш паспорт уже новый. Никаких проблем нету, это практика. Одна проблема, это нужно попасть в Москву, если вдруг он в другом регионе. Да, это, конечно, уже попасть надо в Москву. У нас телефонный звонок, стали медсестендаптером ССД. Это я опять, Евгений Анатольевич. Все-таки, я говорю, я уже с ними по-хорошему кричу и прошу, кричу, ну почему над одним человеком никто не может справиться. Вот мне интересно, вы адвокат, как можно один человек издевается уже целый год и над ним никто не имеет никакой власти. Вот это мне просто интересно. А кто над вами издевается? Кто над вами? Помог мне. Помог Саидов и помог он мне. По силам помог мне. Я много могу перечислить людей, в том числе ведущего Саидова. Он очень хорошо относится к людям и помогает. Единственное, не дает говорить. А кто только Саидов и Евгений Анатольевич в этом поводитель третий год я с вами говорила, Саидов, я окажусь без отопления. С меня берут деньги за несуществующее отопление. Саидов это знает. И он обращался прямо от прямого эфира. Мы платим целый год. Мы подбрали за его и у меня я живу просто в ледике. Пришел представитель, все написал. Был поражен весь его. просто летником. Не теплым, а летником. И сказал, что да, я слышал, как Покаян сказал, что вопрос конкретный, пожалуйста, Валентина Георгиевна. Он спустился вниз, видел, что сломана труба и в то же время записал, дал мне документ, до тех пор, слава богу, пока погода, сейчас, чему влезет в пусту и в пусте, потому что дома летит. Понятно. Мы еще раз передадим ваше сообщение. Валентина Георгиевна, на самом деле люди не могут дозвониться. Мы ваше сообщение уже несколько раз передавали, к вам приходили. Это территория ваша. Ваш дом жители должны как-то с нами, да? Но мы еще раз передадим. У нас есть телефонный звонок сэлеметсизм, Сэлеметсизм. Тындаптармсизм, айта беркнс. Сэлеметсизм. Тындаптармсизм. Я, сэссизм. Вы пустите, как вы пустите. Не, она. У меня есть женой знакомый. Мы с женой знакомы. Мы работали в конце молнии с консумолом. Ага, вы пустите. Уже не помню, наверное. Просто я хочу задать вопрос. Мы где-то год назад, чуть меньше, вложили в новое строительство дома, квартиру хотели купить. Сказали, что 25 числа будет сдача. Теперь они говорят, что 25 не получилось, это в марте 22 числа следующего года. Но они требуют оплату полностью 15 декабря. В смысле завтра. Это законно или нет? Я вот это хочу вытащить. Спасибо. По договору, они должны быть с 25 числа заоплатированы, но последний год должны были оплатить. Они говорят, что 22 марта надо оплатить 15 числа, декабря. Это законно или нет? Я хочу заплатить. Добрый день. Скажите, а у вас по договору как идет? Вы оплачиваете после акта ввода в эксплуатацию конкретно? По договору мы должны были 15 декабря. В смысле завтра мы должны оплатить последний год. Это я понял. Но этот платеж должен был быть после того, как они введут в эксплуатацию дом? Такая привязка есть к вводу в эксплуатацию? 15 декабря, они 25 декабря должны были нам вручить ключи от квартиры. Теперь они говорят, что не получилось 22 марта следующего года. Скажите, а дом сам реально построен или котлован просто? Дом строится, да. Дом строится, только отделочная работа останется. Они говорят, что за рубежом отделочные материалы не поступили, задержки идут, равно круче. Но они требуют, чтобы мы оплатили. 15 числа полностью, последнее износство. Но это законный лимит, или мы можем, как они будут сдавать или оплатить? Ну это зависит от договора. Если договор не привязан к сдаче, тогда вы должны оплатить. Если там написано, что вот именно сдача будет, и вы оплачиваете, тогда не платите. Вам надо просто понимать, какой договор. Должен быть 25 декабря. Я это понял. А вот этот платеж, который 15-го, он не связан с актом ввода в эксплуатацию дома? Ну вот это я не знаю. Почитайте договор внимательно. Если вот этот платеж не связан, тогда вам надо оплатить. Потому что если вы не оплатите, будут штрафные санкции к вам. А если оно привязано к сдаче, тогда платить не надо. Договор внимательно посмотрите. Спасибо большое. У нас пришел вопрос. Итак. Добрый вечер. У меня задолженность по кредиту. Мне банк сделал рефинансирование и дал письмо судоисполителю, чтобы он открыл мне счета. А он не открывает. Он говорит, чтобы я оплатил госпошлину. Имеет ли право судоисполнитель требовать у меня оплату, так как у меня рефинансирование? Спасибо большое. Дело в том, что банк, что вам сейчас дал, не дал, это другая история. У судебного исполнителя есть какой-то документ, который послужил основанием к возбуждению исполнительного производства. Поэтому то, что вам банк дал, это хорошо. Но в данный момент вам надо вопрос тоже обязательно регулировать судебным исполнителем. Потому что уже идет процедура судебного исполнения какая-то. Какая-то, возможно, надпись исполнительная или решение суда. И судебный исполнитель вправе требовать денег за свою работу. Вопрос. Как оформить развод с гражданкой или гражданином Турции? В зависимости от того, где брак заключался, надо понимать. Если он заключался здесь у нас, в Казахстане, то вы подаете по последнему месту известному жительства, где вот этот супруг турок, или гражданин Турции будет более так правильно, проживал по месту вот этой регистрации в районный суд вот этого территориального ведомства. Здравствуйте. С какого числа начинается оформление документов на автомобили, которые завезены с Армении, Грузии и России? У нас периодически проходят такие амнистии. Поэтому надо понимать, когда вы его ввезли. Вот сейчас я слышал такую новость. Возможно, дай бог, что так будет. Пока тоже это не факт. Но хотят вроде бы узаконить так, чтобы по 200 тысяч тенге оплатить и вопросы вот эти узаконить. У нас постоянно такая дилемма стоит. Я не знаю, почему наше правительство не хочет пойти на встречу к своим гражданам, потому что машины, как правило, везут более-менее такие свежие, и автопарк будет обмениваться на новые. Ну, вот как-то вот так. Так, у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. А что ты говоришь? Здравствуйте. Это Валентина Георгиевна, с которой я видел, вы даже не смотрите теперь. Только Лена, когда выступает, она по часу говорит. Кто? Я что хочу сказать, Евгений Анатольевич. Вот смотрите, она уже пришла в 12 ночи. Я просила, хотя бы час уходите ночи. Звоните в полицию, Валентина Георгиевна. В полицию. В полицию. В полицию, Валентина Георгиевна. В полицию. 102. 102. В полицию. Звоните сейчас прямо в полицию. И так, идем дальше. Так, касательно вопроса развода с Турцией, брак зарегистрирован в Турции. Значит, надо его и расторгать в Турции будет. В Турции, да. Так, итак, дальше идем. К нам идут сообщения такие приятные. Спасибо вам большое. Нашу программу хвалят. Нас, ведущим. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Очень-очень приятно такое слушать от наших телезрителей. Спасибо. Вот, у нас есть телефонный звонок. Айта Бернис, здравствуйте. Я прошу вас, не обратитесь тогда вы, раз адвокаты, и в состоянии помочь людям, а я прошу о помощи. А вы знаете, что сегодня вот по хабару говорили, не такая в это случая, что правоохранительные органы абсолютно не работают, и почему-то это открыто говорят, и не прерывают разговор. Так, у нас очень много вопросов. Валентина Георгиевна, уважаемые телезрители, вы не думайте, что мы игнорируем какие-то сообщения, мы всегда стараемся помочь Валентине Георгиевне, и не только, и всем нашим телезрителям. Ну, Валентина Георгиевна, видите, иногда ругает нас, это тоже полезно. Я скажу даже больше. Вопрос, минуточку, минуточку. Добрый вечер. От имени и по поручению ваших телезрителей огромная просьба. Сделайте новогодний подарок Валентине Георгиевне, пригласите ее в студию на прямой эфир «Час с Егорским». Думаю, она будет на семьдесят седьмом небе от удовольствия. Хорошее, хорошо подметили. Вот, дальше идем. Так, давайте, что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что мы Валентине Георгиевне всегда уделяем очень много времени. Может быть, она немножко не считает, что нет каких-то результатов, но я думаю, что и Шурдин, и что я максимально стараемся помочь вам. Поэтому на нас, пожалуйста, не обижайтесь. Да. Итак, если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, звоните к нам в студию, мы обязательно на них ответим. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите сейчас про госорганы, которые, звоните на номера колл-центров, сейчас вот рассказали. Хорошо, а могут ли обратиться к вам в общественный совет? Ну, я думаю, для этого общественные советы созданы. Секундочку, у нас телефонный звонок. Вот так, давайте, примем. Мы голосовой не слушаем, но все равно. Георгиевна, извините меня за выражение. Выражениями давайте не будем. Так, уважаемые телезрители, пожалуйста, пишите вопросы. Слушаем вас, Солемецис. Говорите. Евгений Анатольевич, что вам стоит позвонить к начальству Курпанского РОВД и попросить его не приходить ночью к проститутам? Пусть они делают, что хотят, а не молодые. Но ночью люди должны спрашивать. Позвоните, скажите. Я позвоню Валентину Георгиевну. Я завтра утром позвоню начальнику Абайского отдела полиции и вашу просьбу ему передам. Евгений Анатольевич, а между прочим, Валентина Георгиевна права. Почему члены общественного совета, депутаты, почему они решают проблемы? Почему вы не поднимаете эти вопросы? Какие именно? Вот вы сегодня сколько часов сидели на совещании? Да, мы сегодня, начиная с двух часов до вечера. Много. А толку какого? Толку, наверное, пока маловато. Я с тобой соглашусь. У нас есть телефонный звонок, мы с вами продолжим. Слушаем вас. Соломет. 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 Песня. У нас есть рефляция, как вы видите? У нас есть рефляция. Есть рефляция, есть рефляция, есть рефляция? Есть рефляция, нет, нет. Профессионеры tardы сразу же нет. Людка раз на desktopryor ан helstar в piękне. Остался рефляция, нет, нет, немет depth. Постань очень просто нравится. Когда вышли на пенсию, была инфляция. Теперь дополнительно деньги. Должны платить? Я считаю, что, конечно, должны. Но дело в том, что мало ли, что я считаю. Поэтому здесь вопрос не ко мне и не к Шудину. У нас, я считаю, не очень справедливая социальная политика в отношении пенсионеров. Да, я считаю, должна быть и должна быть увеличиваться многократно. Моя личная позиция такая. Тут у нас в Инстаграм пишут, что мы не отвечаем на вопросы. Уважаемые телезрители, я прошу прощения, конечно, но я здесь не видел вопроса. Если есть, пишите. У нас работает в WhatsApp. Вы видите, все дозваниваются. Вот, здравствуйте. Кто хочет, дозванивается. Ну-ка. Говорите. Дозвонилась, видите? Дозвонилась. Пожалуйста, не дайте мне замерзнуть. Я вам так, что перечислила фамилию. Пожалуйста, ты где-то же указ президента. Помочь, мама и Мучин. Они видели, что не зацомано трубы, не есть тепло. Я Занитову звонила. Вот еще похлопал Владосец, говорит, слава Богу. Друг, никто не пришел, холодно был, так и есть. Ну, помогите вы женщине, которой дети не помогают. Я одинокая. У меня нет ни домофона, ни разных компьютеров. Вот это все возможны. У меня тут 30 тысяч пенсия. Я же человек, которая проработала столько лет в аптеке. Я медицинский работник с высшим образованием. Я вас прошу. Я ведь надоела Саидову. Ты скажешь, как на этих проститутах. Ты меня простит, Саидов, пожалуйста. Но это невозможно. Вчера били стылья. Были бутылки, а потому в 3 часа ночи. Почему они приходят ночью? Ну, я же вас прошу, начальнику, а Маркова РОВД, он же это может сделать. На такой женщине, которая берет с них деньги, никто ничего не может сделать. Да какое же вы начальство? Какой же прямой эфир тогда? Саидов мне, причем он очень много мне помог. Ну, я прошу вас. По помощи протячему не откажи. Кто знает, может завтра ты протячем станешь. Тут надо согласиться полностью, что жизнь настолько непредсказуема, что все может быть. Валентин Георгиевна, я вашу просьбу услышал. Я завтра поговорю утром с начальником Амбайского отдела полиции. Просто я не думаю, что у его возможности как-то повлиять на это. Ну, давайте посмотрим, попробуем, может, еще раз придумаем. В преддверии Нового года, тем более. Да. Валентин Георгиевна, спасибо вам большое, что вы всегда звоните, всегда на острие, всегда в центре. Евгений Анатольевич обязательно позвонит завтра, и я думаю, что проблема эта решится. Итак, общественность, вот как, ночные бабочки мешают Валентине Георгиевне спать. Шудин, ну есть другая сторона. Какая? Есть другая сторона, например, все-таки надо понимать, например, кто-то хочет заниматься проституцией. Ну, мешают же, во-первых, так нельзя делать. Нет, это, к сожалению, или к радости, это факт, законам не запрещено. Ну, а почему, почему вот члены общественного совета, почему не выйдут на улицы, почему вы не проведете время, полиция согласна с вами. Проституток, ты хочешь сказать? Нет, суточный, вот вам сейчас звонят, спрашивают по суточным квартирам, вы адвокат, возьмите, вот вы член общественного совета, соберетесь. Я четко говорю, если кто-то намусорил, отвечает собственник, все. Если, например, мы не можем доказать... Подождите, подождите, смотрите, здесь какая дилемма состоит. Вот обратился в начале программы мужчина, программа мужчина, он говорит, что суточными квартирами, ну, они мусорят. Он обратился в полицию, тот пришел, ему дал штраф участковый, да, штраф там, хорошо, там 5 тысяч тенге. Но за ночь, за одну ночь, этот, хозяин этой квартиры делает 50 тысяч тенге. Ради бога, это его право. Да ему вообще без проблем штрафы платить. Вот каждый день пускай платит по 5 штук. Почему вы не выходите, я хочу сказать? Куда мы не выходим? На рейды, почему? На какие рейды? Во-первых, надо понимать, что такое рейд. Это тоже незаконное определенное действие. Что значит рейд? Ну, просто вышли, проведите разъяснительную беседу. Никакую беседу проводить здесь не надо. Если кто-то нарушил закон, он должен отвечать. Если закон обозначил сумму штрафа в 5 тысяч тенге, значит, надо заплатить 5 тысяч тенге. Все. Так проблема не решается. Видите, я уже как Валентин Георгий. Ты думаешь, если мы как члены общественного совета выйдем и будем беседовать с проституцией, проблема решится? Проституция, как ты знаешь, это древнейшая профессия. Ни один общественный совет не выделил ее. Хорошо, мы к ним еще вернемся. У нас телефонный звонок. Слушаем вас. Валентин Георгиевна, скажите, пожалуйста, подождите секундочку. Можете, Валентина Георгиевна, давайте вот так. Если вы не будете нас слушать, дайте нам вам вопрос задать. Ну, на самом деле, хватит уже. Дайте, люди не могут вопрос задать. У нас вообще, по-моему, программа скоро будет называться «Час с его с ним». Так вы уже пишут. А «Час с Валентиной Георгиевной». Да, они уже говорят, пригласите Валентина Георгиевна. Мы с тобой только про вот этих проституток, где живет Валентина Георгиевна, сутки и обсуждаем. Ну нет, ну не надо, не надо, не надо. Много вопросов, людям помогают. Спрашивают вы сейчас, как можно на консультацию к вам записаться? Пожалуйста, мы вот для этого работаем сейчас. Так они не хотят в прямом эфире обсуждать свои проблемы. Напишите на WhatsApp, напишите, что вы не хотели бы ее озвучить, и мы вам перезвоним тогда. В Instagram пишут, что она не слышит ваши ответы. Слышит, все прекрасно слышит, очень хорошо слышит. Вот, проверено. Итак, теперь, здравствуйте, большая просьба, сделайте видеорепортаж, где живет Валентина Георгиевна, что там соседи говорят. Так. Ну, кстати, это очень хорошая мысль. Ну, репортаж не знаю, но мы уже спрашивали, мы уже ходили туда. Вот, и полиция, и прокуратура, и вы ходили. Так, скажите, продукции такой-то компании найдена муха. Обратилась в Тюлькубасский СЭС, прислали письмо, что малый и средний бизнес защищены мораториям. Вот вам. Вы тогда радовались, что президент поддержал, что нужно мораторий наложить на проверку. Вот вам мухи. А вы в общественном совете молчите. В данном случае я с тобой не соглашусь. Почему? Значит, я считаю, что муха... Мораторий, он, да, имеет место быть. Теперь, значит, если связано со здоровьем населения, как бы эти проверки будут проводиться, потому что это немножко другая история. Если в какой-то продукции, просто я не понял, это в каком-то кафе вы чашку взяли с мухой? В курте. Курт был упакован? Да, какая разница? Большая разница, большая. Потому что производитель это сделал. Хорошо, если курт упакован, значит, нельзя бизнес трогать, да? Нет, надо трогать тот бизнес, который виноват. А кто будет проверять? Вот вам сейчас пишут, с Тюлькубаса пишут, проверьте школу, говорят. Правильно, и школьное питание надо проверять. А никак, как я их проверю. Кто? Мораторий наложить? Горано не может проверить. Горано обязан мониторить эти вещи, глупости ты говоришь. У нас есть сейчас целая система мониторинга. Родители должны мониторить. Это родители активные. А почему родители должны мониторить? Потому что это их дети. А у них другой работы нет? Есть родители, которые не работают. Почему нам нельзя? Родители, ну, раньше же не было такого. Шудин, ты говоришь правильные слова, но, к сожалению, есть факты, которые, как бы ты ни говорил, они будут так быть. А знаете почему? Почему? Потому что вот вам? Вы же уже на одной ступеньке к чиновникам? Побойся бога, никогда уже не хотели. Почему? Общественный совет? Нет, это общественная организация. Это не чиновники. К деньги платят вам? Нет. Правильно делают. Наверное, да. Соглашусь. Евгений Анатольевич. Ну, давайте мы тоже с вами пойдем. Давайте с ним. Мы давай уж так. Вот у людей в Тулькубасе есть проблема. Напишите, пожалуйста, школа Лермонтова, да, конкретно, что вас там вот не устраивает, какое там питание. И мы эту проблематику обязательно поднимем на уровень Туркестанской области, департамента образования. Вопрос. Спрашивает, если есть заявление, то проверку можно сделать? Им основания для проверки нужны? Если заявление касается угрозы здоровью, эту проверку провести можно. Еще раз говорю. Проверки бывают разные. В данном случае, если есть угроза заражения, какое-то заболевание, это, я думаю, провести проверку тоже нужно. Проблем не будет? Да. Проверки бывают разные. Тоже надо понимать. Понятно. Итак, теперь касательно... Да, вопрос давайте. Добрый вечер. И какие категории лиц освобождаются от уплаты госпошлины, спрашивают. Госпошлины куда? В суды? Ну, вот не пояснили. Ну, это есть налоговый... А, подождите. Добрый вечер. Налоговый кодекс. Минуточку. Освобождаются ли от госпошлины пенсионеры труда? И какие категории лиц в общем освобождаются от налогов? Нет, пенсионеры не освобождаются. Освобождаются инвалиды первой и второй очереди. Налоговый комитет, спрашивает госпошлины. Да, налоговый кодекс, есть четко, значит, там статья льготы, вы можете в компьютер забить, льготы по плате госпошлины, и там вам выйдет очень большой список, перечень, но пенсионеры не освобождаются. Понятно. Уважаемые телезрители, у нас уже мало времени, но все равно звоните к нам в студию, есть еще ровно 12 минут, мы постараемся ответить на ваши вопросы. 21-44-50, номер телефона прямого эфира, мы так же вещаем на официальном аккаунте в Инстаграм, прошу прощения, и мы вещаем сейчас по улице Турикулова 15, у нас установили большой LED-экран, где вы сможете в прямом эфире увидеть картинку и услышать звук, и задать свои вопросы. Вот проходят, очень много людей проходят мимо, ездят и могут смотреть, что у нас происходит. У нас телефонный звонок, и мы продолжим нашу тему. Слушаем вас, здравствуйте. А мы здравствуйте. Слушаем вас, говорите. Значит, прямого эфира звоню. А вы в прямом эфире, говорите. Да. Я бы хотела задать вам такой вопрос. У меня дочка учится в университете, мы полусироты. Папа нет у нас. Так. Он скачался. А вот в институте на платной основе учится, нету никаких скидок, например, половину цены оплачиваемости? К сожалению, нет. Есть у нас госзаказ, когда дети могут учиться бесплатно. Ну, я думаю, вы просто напишите заявление в ректорат, объясните свою ситуацию и положение. Может быть, вам пойдут просто навстречу, потому что это право пойти навстречу адресно. Хотя бы вот половину. Напишите им заявление, попросите, объясните, вот такая тяжелая финансовая положение. Предложите свидетельство о смерти супруга или папы. Ну, объясните. А так по закону нет, к сожалению, нет. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Была задолженность в одном из банков во время пандемии, было списание кредитов, а в этом банке на сегодняшний день задолженности нет, то другой банк списывает 50% моей зарплаты. Имеет ли банк без моего ведома списывать деньги с моего личного счета? Никто не имеет права без вашего ведома что-то списывать. Значит, у него где-то есть долг? Ну, у них, скорее всего, получилось так, что тот банк, в котором имелась задолженность, продал эти долги или передал новому банку, и он взыскивает. А как без его ведома смогли? А здесь вопрос стоит, кредитор просто уведомляет должника, просто уведомления, скорее всего, не получили. Если ты мне будешь должен, я могу этот долг передать другому, и ты будешь должен другому. Это нормально. Телефонный звонок. Договор цессии называется. Уступка права требования. Тендаптор, айда бердіңіз. Залимедсіз, айда бердіңіз. Коя бердіңіз. Калай? Залимедсіз, айда бердіңіз. Кім сатқан он? Те, сте, зайтынш, отныш? Те. Сол, бояда вүзін, айда бердіңіз. Сыздың жерін сатқан бас он, да? Сыздың жерін сатқан бас он, да? А, все, все, все. Ксендам. В общем, ветеран семейского полигона звонит сейчас и говорит, что, например, у человека была земля, он оформил ее на себя, вот ветеран. Тот, видимо, ее продал, но там есть какие-то долги, и теперь арестовали его счет. Что делать? Вы мне говорите, оформи на себя землю. Я оформляю, потом вы эту землю продаете, непонятно, что себе делаете. А как? Он доверен в это все? Да. А арест ставят на меня. Ну, надо выяснить, почему арест, конкретно причина какая? Наверное, там налоги не оплачивали. Ну, наверное, надо убрать. Надо понять, за что аресты. Все документы нам скинуть сюда. Перейди. Я курмет-курмет без нам скину. Ватсапка документе. Тастапши берсенц без курси темс адвакатка. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Говорите. Алло. Да-да-да. Это телевизия? Да, говорите, вы в прямом эфире. Да-да, вот я хотел задать вопрос. Пожалуйста, у жанра телезритель, уберите громкость телевизора, чтобы мы могли с вами поговорить. Побыстрее задавайте вопрос. Да. Я хотел задать вопрос. Раньше был один капитан. Мы вложили туда деньги. Вот как? Сейчас они обанкротят. Как вернуть наши деньги? Спасибо. Ну, если эта фирма точно обанкротилась, вы никак не вернете деньги, потому что процедура банкротства, если она проведена и завершена, то все невыплаченные долги, они списываются. Такая процедура. Поэтому, если вот как вы сказали, ну, надо проверить, обанкрочена она, не обанкрочена, что случилось. Может, она просто преобразована, реорганизована в другую какую-то юридическую структуру. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Евгений Анатольевич, Евгений Анатольевич, будьте моим адвокатом бесплатно. Сделайте перед Новым годом мне подарок такой. Пожалуйста, я прошу вас, защитите меня, ведь меня не хотели в психушку отправить, человека с онкологией с инсультом и с химическим инсультом перенесшим. Я прошу вас, сделайте всех подарок такой. Затя Георгиевна, почему вы плачете? Зачем плакать? Все же хорошо. Все будет хорошо. Не переживайте. Итак, времени у нас осталось очень мало. Евгений Анатольевич, скажите, пожалуйста, что будете делать? Ну, во-первых, надо, я думаю, всех поздравить с наступающим Днем Независимости. Дорогие друзья, с праздником наступающим осталось два дня. Всем здоровья, всем нам силы, чтобы каждый год только укреплял силы Казахстана, и чтобы мы становились сильнее. Это мое пожелание. Это первое. Ну, новогодние, я думаю, мы еще дополнительно поздравим сегодня с тобой всех, да? Я очень рад, что мы вот уже довольно-таки долго, у нас скоро, по-моему, будет двухлетие, да, на следующий год, по-моему, нашей передаче. Да. Средства связи позволяют все это делать. Поэтому вооружите нас своей проблемой в полном объеме, и мы постараемся вам помочь. Вот кому-то позвоним, кого-то попросим, где-то, может быть, проконсультируем. И таким образом постараемся ваши проблемы решать вот в новом году. Да, уважаемые телезрители, хочу просто примерно показать, вот наш официальный WhatsApp, сколько сообщений сюда приходит. Видно, не видно? Наверное, видно. Вот так вот. Видно. Очень много сообщений приходит, и все ваши обращения, уважаемые телезрители, не остаются без внимания. Мы читаем каждое. Если можем, постараемся помочь и отправляем во все ведомства, чтобы помогли и решили вашу проблему. Ну, давайте, уже подводят же итоги. Мы с вами встретимся уже когда теперь? На следующий год? Наверное, посмотрим. Я не знаю сейчас, как пойдет, там годний цикл целый. Хочу сказать жителям тоже Абайского района, там была проблема с отоплением, а сегодня было совещание, вроде бы все это аварии ликвидированы. Тепло будет у вас дома, если не сегодня, то дай бог завтра. Тепло будет, но вы ждите. Да? Да. Ждите. А вы в Абайском живете? Нет, я живу в Абайском. Ну вот, сразу понятно. Что там тепло есть? Еще, вот смотрите, вот общественный совет. Сходите по домам, возьмите депутатов, по домам посмотрите, тепло, не тепло, а не просто так сидите по несколько часов там. Я не знаю, что один в преддверии Нового года какой-то злой общественный совет, в частности. После передачи мы с ним отдельно разберемся. Спасибо вам большое, Евгений Анатольевич. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Завтра программы «Народ и власть», к сожалению, не будет. В пятницу программы «Народ и власть» тоже не будет, потому что праздники, уважаемые телезрители, встретимся с вами в понедельник. На нашем телеканале 23 числа. Нам 30 лет. Вы можете приходить к нам в здание телекомпании «Утрар», поздравлять нас с днем рождения. И мы это все будем показывать в прямом эфире, в вечернем выпуске новостей. Спасибо, до свидания. Слава Богу, здарова. Слава Богу, здарова.